ну что ребят очередная стоянка смотрим полуприцепы schmitz 2012 года нам предлагают вот такие вот варианты с установками carrier vector 1950 и с установками thermokink сейчас будем смотреть детально прицепы вроде есть но желтые мы с вами такие уже смотрели мы их не рассматриваем они все побитые пока цены и внутри стены у всех введенные поэтому это не наш вариант также есть здесь полуприцеп как и такой же как вы с вами сегодня утром смотрели только с палетным ящиком тоже как вариант рассматривается поэтому давайте посмотрим может быть что-то удастся подобрать то есть план действий такой сначала смотрим полуприцеп потом мы отбираем какие-то варианты и потом уже непосредственно идет с продавцом беседу свободен данный полуприцеп или нет беседуем о цене то есть ну такие вот чисто технические вопросы решаем так что поехали итак первый полуприцеп который мы смотрим это шмидт 2012 года холодильный агрегат thermokink slx 300 термопринтер электропривод агрегата есть вот такой то внутри чисто красивый немытый подтеков никаких нет по поводу будки есть некоторые косячки допустим вот здесь вот проводи проводился ремонт видите профиль порезан палетный ящик здесь был зацеп петлей ремонт такой не очень качественно сделано в принципе он был низко не сквозной колеса 385 на 65 r22 с половиной еще дополнительный палетный ящик задней части полуприцепа стоит также от полуприцеп оборудован системой доппельштоков доппельштоками в комплекте и также у этого полуприцепа есть направляющие для жесткой перегородки самой жесткой перегородки нет внутри он принцип целый красивый вопросов по внутрянке нет что касается будки да есть несколько косяков по будки сейчас покажу значит в этой части проводился какой-то ремонт незначительно видимо закрашивали отворот может быть зацепила и передней части с правой стороны был небольшой зацеп но не сквозной то есть вот такого плана полуприцеп низ целый правда неизвестно свободен или нет но по нему можно торговаться поэтому полуприцеп принципе состояние неплохое пойдемте смотреть следующие следующий полуприцеп шмисс 2011 года холодильный агрегат термокинка с lx-спектру мультитемпературный электропривод установки термопринтер что поэтому полуприцепу есть несколько сарапин передней правой части это незначительно это ерунда по поводу пола все в порядке стоит подкачивающий насос удобная штуковина полетный ящик оси шмидтс дисковые тормоза 65 колеса есть пару зацепов причем продран металл с правой стороны корзина для двух запасных колес так с этой стороны тоже пару зацепов видите но скажем так их тут несколько надо выбирать лучше поэтому его конечно посмотрим сейчас но я думаю что рассматривать не будем мультитемпературный доппельштоке жесткая перегородка хороший принципе по комплектации полуприцеп если бы не вот эти зацепы поэтому пойдемте дальше смотреть может быть какие-то варианты нам из них подойдут да опа желто-синий пропускаем у нас не интересует потому что внутри если помните стенки все покоцаны и у них побитые поэтому такой вариант мы не рассматриваем есть такой полуприцеп scarrer vector 1950 хорошая мощная установка так так есть какие-то царапины но это ерунда вообще незначительно незначительно оси шмидтс дисковые тормоза 65 колеса инструментальный ящик корзина для двух запасных колес немножко задний профиль отходит это не проблема это можно подклеить в принципе с этой стороны будка чистая открываем смотрим что он у себя внутри представляет данный полуприцепт комплектация так понимаю всех одинаковая а нет тут он же не мульти температурный у нас обычный с доппельштоками на направляющих под жесткую перегородку есть принципе вариант неплохой стенки ровные не покоцаны но есть несколько мятину это нормальное явление полуприцепу не полгода поэтому такой вариант тут имеется принципе можно смотреть тоже его тоже возьмем на заметку пойдемте дальше следующий полуприцеп который мы смотрим шмидтс 2012 года холодильный агрегат carrier vector 1850 термопринтер внутри холодильный агрегат у него полностью сухой чистый вопросов по нему никаких нет техосмотр до 11 месяца 2018 года побудки в принципе все цело оси шмидтс дисковые тормоза размерность колес 385 на 65 r 22 с половиной принципе неплохой полуприцеп корзина для двух запасных колес инструментальный ящик с этой стороны все в принципе цело есть несколько вмятин опять-таки от ручек дверей скажем так состояние полуприцепа внешне достойная вполне достойно здесь к этой вмятина есть но такое дело незначительное хороший полуприцеп сейчас мы откроем его внутри посмотрим что внутри представляет три этот полуприцеп оборудован допиштоками с полным комплектом направляющими для жесткой перегородки ворота полуприцепа целые в принципе неплохой неплохой как вариант можно рассматривать его да так давайте дальше смотреть времени так много у нас следующий полуприцеп шмидтс 2011 года карьер вектор 1850 мульти температурный по данному полуприцепу будка продрана эти бракуем такую будку такая будка нам не нужна здесь подкрас причем так уж видно что штукатурки много шпаклевки много положили штукатурки так здесь тоже потеки но полуприцеп двери введенные не ребят такой полуприцеп мы не рассматриваем он не нравится а вот рядом стоит полуприцеп это шмидтс 2012 года нет 11 год фрси 11 года сентябрь карьер термокинка ссылок спектрум холодильный агрегат по данному полуприцепу термопринтер здесь вот он немножечко закоцан чуть-чуть но не сильно совсем чуть-чуть его царапнули ерунда здесь тоже царапнули так а вот задний профиль сильно уже тоже сильно отходит такой мы что-то он мне не нравится наверно был удар заднюю часть хотя задняя часть вроде целое вроде целое нет слишком покоцаны пойдемте дальше смотреть времени мало прицепов еще посмотреть надо много не будем останавливаться будем выбирать только лучшие варианты этот полуприцеп говорили что он продан почему-то он еще стоит почему он стоит непонятно но наверно клиентам он не совсем нужен так дальше смотрим карьер вектор 1850 как мы только что смотрели с вами это полуприцеп 2012 года верхний профиль отходит видите был зацеп зацеп был так оси шмит с дисковые тормоза инструментальный ящик здесь был к ремонт профиль задет с этой стороны пока все ровно с этой стороны вроде он ничего такой но с той стороны мне он не совсем понравился хотя как вариант можно его и посмотреть так 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 как вариант можно и посмотреть в принципе откроем посмотрим что он из себя внутри представляет так что по внутренностям доппель штоки направляющий для жесткой перегородки вот это воротина полностью новая очень удобно это полностью живая нет вопросов так это у нас сервисная книжка лежать полуприцепе так то в принципе полуприцеп неплохой сейчас вовнутрь поднимемся посмотрим угол который нам не понравился и в принципе как вариант его можно рассматривать потому что он принципе полностью живой давайте вовнутрь поднимемся опа посмотрим что он из себя внутри представляет так потолок цел угол цел угол цел угол цел только получается просто ерунда и сдоб у него еще стенка металлическая в принципе в принципе хороший достойный полуприцеп его тоже можно в принципе рассматривать заглянем в сервисную книжку так сервисная книжка поэтому полуприцепу это техосмотр в принципе что у нас тут книжка по нему есть посмотрим 22-го 10-го 2012-го начал эксплуатироваться что по книжке последняя т.о. последняя т.о. 15-е, 12-е, 17-е елки-палки так это ему еще полгода можно ездить неплохой полуприцеп действительно немец нас не обманул можно рассматривать тут вопрос цены они такие нагло сейчас с этими ценами стали это ужас цены у них будь здоров поэтому приходится торговаться ну так вот кто так сервисную книжку кладет на мокрый пол всем пофигу ладно пойдемте дальше смотреть еще один полуприцеп только с холодильным агрегатом вектор 1950 2012 года этот полуприцеп мы сразу бракуем по каким причинам значит он был ударен в левую заднюю часть вот в эту вот здесь был сделан ремонт причем такой не совсем качественный поэтому мне он полуприцеп этот не нравится будка должна быть конечно близка к идеально близка еще такой же полуприцеп стоит мы тоже не рассматриваем две панели крашены видите здесь панель пошла волной вздутая поэтому такой полуприцеп нам не нужен хоть он но у него есть палетный ящик ну что теперь за палетного ящика мы на палетный ящик мы не поведемся 2011 года полуприцеп установка термокинг здесь небольшой закос но не сильно это ерунда так hello здесь у нас это спектрум он мультитемпературный термопринтер так дальше палетный ящик оси шмидс дисковые тормоза 385 на 65 у него колеса запасное колесо еще не украли отлично здесь немножко профиль отходит это не беда это у многих рефрижераторов такая ситуация я имею ввиду именно так здесь что у нас касается царапина царапина ну она такая незначительная в принципе полуприцеп неплохой этот полуприцеп мы рассматривать с вами можем а ну-ка по агрегату ну как всегда агрегат работает аккумулятор не севший молодцы немцы знают толк в технике так ну что вот здесь пару царапин есть давайте откроем его внутри посмотрим тут внизу полц пол целый все в порядке давайте его откроем внутри посмотрим по комплектации внутри данный полуприцеп мультитемпературный жесткая перегородка доппельштоки стенки целые пол в порядке здесь тоже со стенами все в порядке ворота в принципе целы есть такие вот небольшие замятия но это часто встречается погода не делает поэтому в принципе полуприцеп неплохой на заметку берем по нему обязательно будем торговаться сейчас только посмотрим холодильный агрегат внутри пойдемте что он себе внутри представляет рядом полуприцеп мы не смотрим зад был ударен так пойдемте посмотрим холодильный агрегат внутри так еще один полуприцеп привезли пока мы тут с вами ходили тоже его можем посмотреть но что касается холодильника холодильник живой не мытый потеков нет все сухо масло не обнаружено подтеки я имею ввиду поэтому в принципе поэтому полуприцеп обязательно наберем на заметку плюс у него а то было год назад ну вот в этом месяце заканчивается его надо делать то агрегата в принципе полуприцеп рабочий вопросов нет так пойдемте дальше следующий полуприцеп шмидт 2012 года карьер вектор 1950 холодильный агрегат термопринтер что по нему пару царапин есть это ерунда колеса 385 на 65 22 с половиной диаметр корзина для дул запасных колес инструментальный ящик немножко отходит в профиль но это незначительно это можно подклеить совсем чуть здесь это бывает ворота сзади целые красивые с этой стороны тоже чуть-чуть начинает профиль отходить подклеить надо в принципе полуприцеп в хорошем состоянии плюс у этого полуприцепа недавно был сделан техосмотр но не недавно еще действующий техосмотр до 10 месяца 18 года судя по всему у него и небольшая наработка холодильного агрегата это ерунда не наработка так откроем посмотрим холодильку внутри ну тут все сухо а здесь тоже сухо в принципе выпуск октябрь 2012 года это прям самый конец 2011 года полуприцеп получается ну так есть да и у него езду при штоке и плюс ко всему направляющий для жесткой перегородки поворота в принципе целы здесь небольшое замятие не страшно здесь тоже все в порядке поэтому пойдемте вовнутрь посмотрим что все внутри представляет тем более так чудесно откинута лестница грех не зайти по внутренности стенка в порядке не продрано нигде углы четко здесь все четко потолок целый в принципе полуприцеп берем на заметку очередной в этот раз вроде должно неплохо получиться если по цене сходимся пойдемте дальше следующий полуприцеп это шмит 2012 года 1950 карель вектор холодильный агрегат но что мне сразу по нему не нравится здесь если мы видим такая небольшая волна идет и мы теперь понимаем почему она идет снизу был ремонт он слетал с полу с тягача вот мне он не очень нравится вот этот кусок вот запилился нижний профиль так то вроде не видно знаете слишком свеже выглядит все поэтому такой вариант если есть из чего выбрать то лучше от этого варианта отступить хотя внутри он неплохо смотрим дальше это полуприцеп шмитц но нам не подходит потому что у него боковая дверь отпадает к сожалению откуда у них тут грязь так это у нас шмитц год выпуска сейчас скажу какой год выпуска это у нас 2012 год октябрь просто ферси закончилась поэтому наклейки поздирали холодильный агрегат carer vector 1950 термо принтер по данному полуприцепу смотрим вниз задувался что-то задували они здесь ну хоть бы аккуратно задували чтоб краска не вставала оси шмитц дисковые тормоза 65 колеса так ворота в порядке да честно скажу в принципе как вариант неплохл давайте откроем посмотрим как он внутри с доппельштоками смотрится внутри он с доппельштоками с направляющими под жесткую перегородку стенки ровные без ремонтов каких-либо ворота в принципе хорошие как вариант полуприцеп можно рассматривать портал сел но в принципе с ним все хорошо неплохой следующий полуприцеп шмид 2012 года 1850 холодильный агрегат если честно мне это полуприцеп понравился хороший у нее есть только один нюанс сейчас я покажу так у него по комплектации schmitz rotos оси 385 на 65 r22 с половиной колеса инструментальный ящик а только вот один нюансику так увидите с одной с второй стороны так то ворота все целые доппельштоки в комплекте в принципе здесь тоже воротина целая тут все в порядке с этой стороны он цел не код сам только вот здесь от ручек на панели но и вот клевки поставили дурочки приклеить не могли принципе неплохой полуприцеп сейчас я закрою пойдемте дальше смотреть мне он очень понравился вот его можно брать сто процентов следующий полуприцеп который мы смотрим 2011 года рефрижератор шмидц такой как мы сегодня смотрели с вами в дании только одиннадцатый год у него установка карьер вектор 1850 мультитемпературная у него термо принтер электропривод установки у данного полуприцепа техосмотр до сентября 2018 года продувочные люки вот небольшой зацеп есть возле продувочного люка он незначительный по низу все отлично здесь небольшая царапина с левой стороны балетный ящик оси шмидц дисковые тормоза резина 385 на 65 r 22 с половиной здесь тоже небольшая царапка не сильная так у него корзина для двух запасных колес с этой стороны все в порядке здесь тоже пару царапин но внешне полуприцеп неплохой надо открыть посмотреть что он из себя внутри представляет три это бомба это жесткая перегородка доппель штоки мультик ребят но очень достойный классный полуприцеп ворота нормальные живые поворота вопросов у меня нет классный так пойдемте посмотрим холодильник изнутри потому что такое дело он может быть классный но отбитый или течет что-то хотя маловероятно сухой отличный холодильник это у нас июнь 11 года классный полуприцеп обязательно берем на заметку пойдемте еще быстрее посмотрим времени совсем мало следующий полуприцеп тоже мультитемпературный шмидц 2011 года карьер вектор 1850 холодильный агрегат термопринтер электропривод полуприцеп у нас 6 месяц 11 года вот в этой части есть небольшой локальный подкрас незначительно внизу цел в принципе так с этой стороны у нас левой вот здесь был хорошо продран ремонт сделал некачественно сдутие выемки здесь тоже видите уже трескаться начало вот она водичка мне ребят такой полуприцеп нас не устраивает но смотреть не будет и так в принципе на данной стоянке у нас осмотр закончен что в принципе мы подобрали наверно штуки 45 полуприцепов есть которые можно рассматривать все зависит от ценника сейчас мы бегом направляемся в офис продавца пытаемся с ним согласовать цену и летим в аэропорт судя по всему мы опаздываем но ничего страшного если опоздаем полетим следующим рейсом завтра так что так вот ну что я думаю что продавец ответ даст только через там пару дней потому что структура большая пока все это дело согласуется поэтому мы сейчас идем и закидываем удочку по стоимости и сливаемся и отправляемся в москву так что такое у нас было путешествие в этот раз краткое но насыщенное грубо говоря мы улетели всего на сутки подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы получать новые видео с вами был сергей швец всем удачи до новых встреч пока